19 часов и практически 5 минут в российской столице. Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Пронько. Начинаем наш вечерний большой интерактивный канал «Реальное время». Буду вместе с вами до 21 часа. В этом часе с 7 до 8 у нас гость в студии прямого эфира. Буквально через несколько секунд я его представлю. Но кто смотрит прямую веб-трансляцию на портале финам.фм, тот уже видит моего сегодняшнего гостя. Ну а в следующем часе с 20 до 21 будем подводить итоги сегодняшнего дня. Выбрал три темы. Ну, в общем-то, они все такие достаточно дискуссионные, резонансные. Но это следующий час. Напомню, средства коммуникации. Для вас наш многоканальный телефон 6510996, код Москвы 495. Наш портал в интернете, как я уже сказал, финам.фм, где идет веб-трансляция, туда же можно направлять и свои письма с вопросами. И также можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере. Я его подключил. Так что все средства коммуникации к вашим услугам. Реальное время на финам.фм. Сергей Миронов сегодня в реальном времени отвечает на мои ваши вопросы. Сергей Михайлович, ратвить. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вам начало нового политического сезона? Изгнали вашего депутата? Желенько. Изгнание, как мы говорим, незаконное. Мы считаем, что грубо нарушена Конституция. Потому что четвертая статья закона о статусе депутата и членов Союза Федерации предусматривает, что в случае, если депутат занимается предпринимательской деятельностью, он должен сложить мандат. Не сомневаюсь, что когда в 1994 году писался этот закон, подразумевалось, что депутат это делает добровольно. Но, допустим, он захотел заняться бизнесом, ему сделали какое-то предложение, и он добровольно ослагает полномочия. Потому что иначе обязательно было бы прописано. А кто устанавливает и где доказывается факт занятия предпринимательской деятельностью? Потому что на сегодняшний день, кто бы и что бы ни говорил, но в частности, что бы ни говорили господа из «Единой России», мы видим на лицо один простой факт. Депутаты Гудкова избрали 200 тысяч москвичей, кстати, в тайном голосовании, а лишили его мандата депутаты из фракции «Единой России» ЛДПР в открытом голосовании, утверждая, что есть некий протокол от 5 июля, который якобы доказывает, что Геннадий Гудков занимался предпринимательской деятельностью. Я видел этот протокол, он, кстати, очень смешной, потому что, видимо, писался в торопях, и явно кто-то подсказал, чтобы такой протокол появился. Геннадий уверяет, что подписи там ни его жены, ни его, и тем более, более того, оригинала ни у кого нет, в Следственном комитете есть только копия, но уж тем более давайте вообще проведите какую-то экспертизу, докажите в конце концов. Но даже, допустим, протокол имел место. Что такое предпринимательская деятельность? Это регулярное извлечение прибыли. Значит, если он участвовал в каком-то собрании, где назначен был директор, кстати, с очень интересной фамилией, Галкин-Галкин, но дело в том, что опечатались, так торопились составлять протокол. Да вы что? Ну, конечно, вот там в протоколе написано, назначить, переназначить директора Галкина-Галкина и имя-отчество. Да, то есть два раза фамилию написали. Вот такой смешной протокол. И только на основании этого господа Нинаросы считают возможным решать депутата, депутатского мандата. Я уже говорил и сейчас повторю с большим удовольствием. В данном случае мы защищаем даже не столько Геннадия Гудкова, хотя, конечно, он член нашей партии, член нашей фракции, мы защищаем Конституцию. И поэтому мы направили обращение в Конституционный суд. Кстати, здесь нам помогли наши коллеги-депутаты из фракции КПРФ. Мы, должно было 90 подписей, мы более 100 подписей собрали. И я не без основания полагаю, что наш высший суд, Конституционный суд, внимательно изучит все обстоятельства и примет, наверное, правильное решение, что на сегодняшний день нет юридических оснований и есть пробел в законодательстве, и есть правовая неопределенность, на чем мы настаиваем, в результате которой нельзя вот таким голосованием депутатов лишать депутатского мандата. И мне кажется, будет правильно, если Конституционный суд скажет, господа хорошие, вы измените законодательство, пропишите всю процедуру, как это происходит, кто устанавливает факт занятия предпринимательской деятельностью, как это делается, и потом уже по процедуре лишайте мандата. А вообще еще лучше будет, если все-таки мандата будут лишать сами избиратели, это то, о чем мы давно говорим, чтобы у избирателей появилось право отзыва депутата, если они считают, что он плохо работает. Три ваших депутата, коллеги депутата СССР, отозвали свои подписи под этим обращением. Вам не было обидно? Не было абсолютно, потому что... Но вот говорят, что им какие-то предложения были внесены. Да не предложения. Дело в том, что, во-первых, они это сделали, ну, скажем так, с моего ведома, и с ведома партии. Мы знали эту ситуацию. Если вы обратили внимание, при голосовании по коллеге Гудкову, эти же трое депутатов, они не голосовали за лишение мандата, как проголосовали Единая Россия и ЛДПР. Мы все голосовали против. Но они просто не голосовали. И голоса нет... Сергей Михайлович, они бизнесмены. Они люди, которые занимались бизнесом до того, как получили депутатский мандат, причем почти все трое, они уже были депутатами в предыдущем созыве, вернее, двое. И они сейчас не занимаются никакой предпринимательской деятельностью. Обвинять их в этом абсолютно напрасно. Но, учитывая все обстоятельства, и когда они сказали мне и товарищам по фракции, по партии, что есть некий элемент давления, я сказал, вы знаете, абсолютно спокойно. А что это с давлением? Ну, давление... Ну как, по понятиям это же получается, да? Это же не по закону. А что вас удивляет? Меня удивляет. Я настаиваю на соблюдении закона. Я тоже настаиваю. Всеми и вся. Но реалии наши таковы, что даже опять же возвращаемся к лишению депутата его мандата, конечно, это абсолютно вне конституционно, это внесудебное политическое расправа. Но что касается наших товарищей, если кто-то здесь усматривает очередной какой-то раскол, никакого раскола нет. Штатная ситуация, абсолютно спокойная. Запас прочности у нас еще в 20 подписей есть, поэтому мы абсолютно спокойно к этому относимся. Вы уже определились с тем, кто получит этот мандат, мандат Геннадина Пукова? Мы принципиально не хотим определяться по одной простой причине. Я все-таки полагал бы, было бы правильно, если бы Конституционный суд максимально быстро рассмотрел вопрос, и может появились бы основания считать лишение депутатского мандата незаконным, неконституционным. И тогда, собственно говоря, ни о какой замене мандата речь бы не шла. И было бы странно, если бы мы, отстаивая вот эту конституционную норму, сейчас поторопились бы бегом-бегом принимать решение, кто должен заменить Геннадия Гудшкова. То есть у вас нет временного лага, который вас обязывает, да? По закону есть временной лаг, это 14 дней. После 14 дней вступает в силу норма закона, по которой уже ЦИК сам передает этот мандат. Я считаю, что, по крайней мере, до 13 дня нашей партии принимать решение не надо, в надежде на то, что за это время, возможно, все-таки Конституционный суд будет рассматривать наш вопрос. То есть вы не исключаете возвращение Геннадия Гудкова на охотный ряду? Теоретически я этого не возвращаю. А практически? Во-первых, начнем с того, что кто знает, когда будут следующие выборы парламентские, и почему бы не представить себе, что Геннадий Гудков снова будет баллотироваться, и снова станет депутатом. Поэтому в такой трактовке не исключать возвращение Геннадия Гудкова в парламент. Те, Михайлович, ну вы же понимаете, о чем я сейчас говорю. А я в том числе не исключаю, что, может быть, окажется так, что это решение будет принято, признано незаконным. Тем более сейчас Геннадий Гудков готовит иск в Верховный суд, потому что в Верховном суде можно оспаривать решение органа государственной власти. А решение мандата постановлением Государственной думы – это как раз решение органа государственной власти. И он его оспорит. Может быть, Верховный суд свое слово скажет. Я, конечно, не идеалист и реалист, и прекрасно понимаю всю нашу следебную систему, но тем не менее, с учетом безупречности наших юридических оснований, и никто меня не убедит, не покажет иного, я считаю, что вполне такой вариант, когда решение будет протестовано и Гудков вновь станет депутатом, я считаю, вполне возможно. Сергей Михайлович, вот смотрите, если мы говорим о том, что это был произвол, если это была расправа незаконная, ну тогда, наверное, вступают в силу иные методы. Вы не думали переговорить на эту тему с господином президентом? Ну вот объясните ему, что творится произвол. Я почему спрашиваю, да, я, по-моему, на этой неделе у меня был Геннадий Гудков, мы с ним разговаривали, я его спросил, роль господина Путина какова? Он говорит, ну, скорее всего, конечно, безусловно, с ним это все согласовали. То есть без согласия президента навряд ли это произошло. Вы все-таки президента знаете более чем. Не было желания? Юрий, вы спросили сначала, думал ли я об этом, а сейчас немножко переформулировали, спросили, не было ли желания. Я очень просто отвечу, и думал, и было желание. Но вы его не реализовали? У меня не получилось. То есть вы пытались? Ну, я хотел этого. То есть ты, хорошо, я все-таки не то чтобы дожму, с той стороны никак не отреагировали на ваши желания. Я думаю, что есть объективная причина. Если вы обратили внимание, президент уже длительное время находится в постоянных командировках, потому что он был сначала на Дальнем Востоке, потом у него была командировка в Краснодарске, а сейчас вот он по ближнему зарубежью, в Третьей Азии. Поэтому здесь есть такой объективный фактор, что просто в Москве его не получилось. Сергей Миронов, сегодня в реальном времени на Финам.фм. Краткий выпуск новостей. Ваши вопросы на финам.фм. Сразу после своего выпуска новостей можете звонить на наш многоканальный телефон. 19 часов 17 минут. Это реальное время. Финам.фм. Сегодня у нас в гостях Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Ваши вопросы на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Сергей Михайлович, я хочу затронуть еще одну тему. Объясните мне, пожалуйста, как попал, господин Митрофанов, в ваш список? Буквально вчера он объявил о создании некой группы свободных депутатов. Это прям цитация. Свободных от кого? И от чего? От обязательств перед избирателями? Сказал, что вот он сам и еще четыре депутата СССР, которые изгнаны были вами, да, чуть ли не лично. На мой прямой вопрос. Что вы делаете, раскалываете? Да нет, мне было сказано. Меня изгнали. Сергей Михайлович, я практически вам цитирую. Сергей Михайлович Миронов знает мой телефон. Я готов с ним помириться чуть ли не вчера. Я просто... Нет, ну у меня на самом деле... Первое вопрос. Как? Вот вы список свой, наверное, штудировали так, но вот чтобы ни одна муха там не пролетела. Ну здесь я должен сказать, что список это плод такой коллегиальной работы. И нужно еще раз сказать, что господин Митрофанов получил мандат совершенно случайно, реально, потому что он шел по Вологодской группе. В Вологодской группе возглавляла список Марина Смирнова, которая неожиданно буквально там за три недели или там даже за две недели до выборов по семейным обстоятельствам вынуждена была сняться. Господин Митрофанов не участвовал в избирательной кампании. Палец о палец не ударил. Он получил вообще вот мандат, вот просто с неба свалился. Так как он стоял на непроходном месте, мы знали, что там один мандат, потому что область не очень большая, но я спокойно относился, потому что, честно говоря, никогда не питал к нему никаких иллюзий и получал огромную почту, которая начинала словами, какой позор, зачем вы взяли с ним. Как лидер партии вы же наверняка визировали эти документы, да? Я еще раз хочу сказать, что список это плод коллегиальной работы, это компромисс, потому что у многих разные там представления, кто где, на каком месте, кто вообще должен войти в эти 600 кандидатов. Поэтому, так как я был абсолютно убежден, что мандат они получат, я спокойно относился к тому, что он там где-то на второй позиции и в принципе в списке будет. Но результат он его получил. Я, как уже сказал, у меня, собственно, никаких иллюзий не было. И когда по принципиальному голосованию по премьеру господин Митрофанов вопреки решению фракции, а я, причем, лично с ним говорил и убеждал его все-таки следовать партийной дисциплине и голосовать так, как постановила фракция, он проголосовал так, как проголосовал, ну, собственно говоря, тогда мы его исключили из партии, отлучили от фракции, но, к сожалению, закон таков, что, избравшись по нашим спискам, вот он теперь остается депутатом. И еще... И вы ничего не можете сделать. Мы еще не можем сделать. Хотя у нас есть достойнейшие люди в списке, но он остается депутатом. То, что он говорит о некой группе, он может создавать все, что угодно, называться как угодно, хоть там Красной Бригадой, хоть Императором Таркиды, но... Ну, вроде Шириновский его неожиданно, для меня неожиданно поддержал. Я считаю, что как некая группа не имеет права ни на слово, ни на что, если господин Шириновский будет давать возможность в рамках лимита, выделенного на фракцию ЛДПР, давать ему слово, ну, на самом деле, я помню, какими словами господин Шириновский называл господина Митрофанова, но если такой перевертыш, и предатель теперь снова люб господину Шириновскому, это его проблема. Но с точки зрения формализации вот этих пяти депутатов, законных оснований для этого нету, а то, что они отрезаны ломоть от фракции Справедливой России, и, честно говоря, мне абсолютно не волнует ни их судьба, ни их действия, что они там создают, чего они там хотят делать, потому что... Но он мне вчера сказал, что чуть ли не до десяти человек возрастет вот эта группа, и именно из СССР. В таких случаях, говорят, мечтать не вредно. Вот пускай господин Митрофанов мечтает дальше, о чем-нибудь еще. Давайте мы вот еще одна очень серьезная тема. Я просто обязан был по Митрофану вам задать вопрос, потому что это все на слуху. Смотрите, часть ваших коллег, в частности Дмитрий Гудков, Илья Пономарев, в общем-то спровоцировали, как мне представляется, лавинообразный сейчас процесс. Они его назвали «золотые кренделя». Я более серьезно подойду. В общем-то, это принципиальный рубеж, когда общество начинает видеть, из кого и из чего состоит власть. Так, может быть, это и хорошо. Вполне. Я с вами соглашаюсь, безусловно. Но, вот, Сергей Михайлович, смотрите, есть, скажем так, бизнесмены, я их кавычу, да, то есть они депутаты, они на госслужбе, они не имеют этим права заниматься, но, тем не менее, будем говорить, бизнесмены, да. И там, и там, и там, мне Единая Россия постоянно доказывает, что у вас там чуть ли не каждый второй миллионер или миллиардер, да. Но не в этом суть. А про себя они так не говорят? Нет, они соглашаются, что у них тоже есть проблема. Как они говорят, в таких случаях есть проблема. Вот вы не... Как вы думаете, чем это все закончится? То есть вот с каждым днем фактически новые и новые порции. Заканчивается уже очевидно. Сегодня было очередное свидание комиссии Васильева, где по четырем недоросам сказано, что они белые и пушистые. Никаких вопросов к ним нет. Но кто бы сомневался, ворон ворону глаз не выклюет. Поэтому для нас совершенно было очевидно. Все разговоры, мы тут будем самоочищаться, мы невзирая на фракции, мы невзирая на партийность. Ну, блеф это полный и абсолютный чушь. Конечно, они своих сдавать не будут. Они будут делать вид, что они там все замечательные, никаких вопросов к ним нет. Но вот я сейчас гипотетически вам расскажу о ситуации, которая, к сожалению, не будет. Вот предположим, что комиссия Васильева выяснит, что там есть некие основания считать, что некий депутат Х из фракции «Единая Россия» занимается коммерческой деятельностью. И в благородном порыве, показывая, что они абсолютно принципиальные, и они такие вот без всяких предубеждений, вынесут вопрос на Государственных Думах. Я лично своим товарищам по партии буду предлагать не голосовать за лишение депутатского мандата по тем же самым основаниям, потому что мы защищали не конкретно депутата Гудкова, члена нашей партии-фракции, мы защищали Конституцию, потому что сегодня лишение любого депутата вот по таким основаниям процедура, по которым не прописано, и бездоказательно, я считаю, что это вне рамка Конституции. Поэтому, ну, во-первых, я смотри, так, как говорят, пункт первый, абсолютно безжиден, что господа единороссов комиссии Васильева не найдут ни одного темного пятнышка, ни одного депутата единороссов. Это мой прогноз. Но вроде как некоторые из них не указали в декларациях. Если поочичать... А дело в том, что, смотрите, кто-то говорит, что занимался лоббизмом, в том числе обвиняли Гудкова в этом. За лоббизм нет такой нормы закона. Если, допустим, неправильно указаны какие-то пункты в декларации, тоже нет санкций. Есть только вот это упоминание о коммерческой деятельности и получении оплаты за иную деятельность, кроме научной, творческой и так далее. Так вот, опять же, эта норма есть, но кто это определяет и кто это доказывает, и в чем будет доказательная база? Я считаю, что это должен делать только суд. Вот если суд доказывает, что депутат занимается коммерческой деятельностью, тогда автоматически, по решению доказанному в суде, он просто, значит, лишается... Вы же понимаете, какая судебная власть нынешняя в России? Я все понимаю, но, тем не менее, вот такие вещи должны доказываться в суде. При всех огрехах нашего суда, если мы пойдем вообще по внесудебной процедуре, а на самом деле по внесудебной расправе, потому что кто бы, что бы мне не говорил, мы же прекрасно понимаем, что с Геннадием Гудковым расправились за его политические взгляды. Я не во всем согласен с Геннадием Гудковым, и мы с ним спорили, и я считаю, что... У вас сложные с ним отношения? Да, нормальные товарищеские отношения, но у нас же вообще в партии совершенно по-другому, у нас же не вождистская партия. У нас на бюро... Геннадий чем в бюро? Мы там до хрепоты спорим, но если решение принято, то все решение принято, все члены партии должны выполнять. Это, кстати, как раз то, что не выполнил господин Митрофанов. Но когда мы принимаем решение, абсолютно нормально, и абсолютно бывают противоположные точки зрения, потому что нам делать, что не делать, куда идти, какие лозунги, с кем консолидироваться, на кого наоборот наступать. Это абсолютно нормально. Поэтому в данном случае я еще раз хочу сказать, это наказание за политические взгляды, за его оппозиционную деятельность. И несмотря на то, что, как я уже сказал, не во всем я с Геннадием согласен, в том числе с его участием в так называемом протестном движении, с точки зрения даже формы и в основном содержания, потому что нельзя к людям выходить, не имея за душой четкого понимания, а что вы хотите, кроме этого, перевыбора и так далее. А для чего это? Это же все только инструментарий. Это же только средства. А в чем же цель? Мне кажется, главная цель это все-таки благосостояние всех граждан нашей страны, а не кучки олигархов, в том числе из партии профсоюза бюрократов «Единая Россия». Вот, собственно говоря, о чем мы спорили и в чем там есть разногласия. Но, памятуя о том, что разногласия могут быть, и в чем-то я не согласен, но понимая, что мы на самом деле видим, мы видим наказание, публичное наказание. Накануне специально пресловутого марша миллионов 15 сентября, 14 сентября депутата Гудкова лишили депутатского мандата вне Конституции, вне судебного какого-либо решения. И поэтому мы начали про работу комиссии Василия. Если комиссия Василия вынесет вердикт по любому депутату из любой другой фракции, позиция нашей фракции, я надеюсь, мои товарищи, меня поддерживают, будет опять же принципиальной. Мы не будем голосовать за лишение депутатского мандата, потому что это судилище. Именно судилище неконституционное, незаконное. Вот когда норма закона будет прописана и все четко будет определено, как это доказывается, какие должны быть доказательства, где эти доказательства, где эти доказательства собираются, в судебной инстанции, в какой судебной инстанции, какой дается на этот срок. Вся процедура должна быть. Потому что то, что сегодня произошло, все-таки кто бы что бы ни говорил, это самое настоящее судилище за политические убеждения. Почему вы, Машу, миллионов назвали пресловутым? Ну, потому что, к сожалению, там нет миллионов. Если вы обратили внимание, я искренне сказал к сожалению. Я уважаю этих людей, людей, которые выходят на улицы и выходят на площади, это люди с активной гражданской позицией, это люди неравнодушные. Я, например, не хотел бы, и, собственно говоря, я и не участвовал, и выступать с одной трибуны, со многими персонажами, которые там есть. Да, это потому что они мне идеологически абсолютно несимпатичные, и даже по-человечески очень несимпатичные. Но вот те, кто выходят, я понимаю, и я абсолютно убежден. До тех пор, пока власть не поймет, что ей нужно уметь слушать и слышать свой народ, будь то рассеженные горожане, или обиженные бюджетники, неважно кто, потому что это часть нашего народа. Да, кто-то может говорить, что это вот столица, это Москва, Петербург, они там чего-то слишком хорошо живут и живы бесятся. У них есть свои претензии, у них есть свои взгляды на то, как развивается демократия, есть ли она вообще в нашей стране. У них есть свои взгляды на прошедшие выборы. Надо уметь их слушать, а не пытаться законом, ужначающим наказание за участие в митингах, либо там по усилению контроля и ужесточению закона об НКО, либо там закон о клевете, либо вот таким несудебным расправам. Черные списки. Конечно, абсолютно неправильный подход. Более того, ведь в новейшей истории кто бы что бы не говорил, но мы уже видим, если бы не было в декабре прошлого года сначала Болотно, потом проспекты Сахарова, не было бы даже этого фигового листочка политических, неких преобразований и политической реформы. Я уже говорил, что на все эти реформы через НО. Да, вот вам, пожалуйста, закон о политических партиях, НО объединяться в избирательное объединение нельзя. Вот вам закон о выборах, НО, вот вам фильтр. И везде это НО. И тем не менее, вот какие-то, по крайней мере, попытки по одвижке пошли. Они пошли только благодаря тому, что в декабре прошлого года, после 4 декабря, там десятки тысяч, стосотни тысяч людей вышли на улицы. И власть вынуждена была реагировать, что бы они ни говорили, мы не хотим ни с кем там вести диалог, мы ничего не слышим, нужно слышать и нужно слушать, потому что это народ, другого народа не будет. Его, как бы сказать, не выбирают. Президенты выбирают, парламент выбирают, а народ не выбирает. Президенты уходят, да, приходят и уходят, народ остается. Сейчас у нас краткий выпуск новостей. Сергей Миронов в студии Реального времени. Звоните и пишите. 19 часов 32 минуты, реальное время, Финам.фм, здесь Сергей Миронов, 651099.6, код Москвы 495, финам.фм, наш портал в интернете для ваших писем, там же идет и прямая веб-трансляция. Сергей Михайлович, слушайте, а вот кроме разборок, скандалов, Государственная Дума сейчас чем еще занимается? Я на самом деле вот потрясен. Шлеев какой-то вот сюрреализм для меня, то есть начался новополитический зон, и вот нет, я не слышу ни о законопроектах, ни о каких-то концептуальных идеях, и хочется обсуждать что-то серьезное, а мне говорят, нет, давай обсудим, Путин полетел с носом, с клювом или без клюва, ну это не серьезно. Что в парламенте? Юрий, вы абсолютно правы, и я уже неоднократно говорил, в том числе выступаю с трибуны Государственной Думы, коллеги, не тем и занимаемся, люди ждут справедливых, хороших законов, которые помогут им жить в это непростое время, когда и явно уже сейчас будут сказываться последствия вступления в ВТО, сейчас идет повышение тарифов, уже люди чувствуют, как с 1 июля все поменялось, да еще плюс 1 сентября, плюс последствия вступления в силу закона о реформировании бюджетных учреждений муниципальных, школы, и наши поликлиники, больницы. Вот, например, в среду вчера выступала Оксана Дмитриева с трибуны Государственной Думы в рамках так называемых 10 минут. Я с интересом и смотрел, как зал слушает, в том числе Единоросса, неважно какая партия, потому что она объясняла про пенсионную реформу, что полный тупик это накопительная система, она показывала конкретные примеры, как, например, пенсионер 53-го года рождения будет получать меньше пенсии, чем пенсионер 52-го года рождения, и многие другие в скобках прелести, в кавычках, вернее, а не в скобках, это пенсионные реформы, и люди слушали, депутаты слушали, потому что они понимали, это то, что действительно волнует людей и нужно принимать решения, а решение с нашей точки зрения должно быть очень простое, отказаться полностью от накопительной системы, вернуться к солидарности поколений, дурака не валять и начать выплачивать реальные, хорошие пенсии тем, кто это давным-давно заработал, и так, чтобы пенсия зависела только от двух параметров, от стажа, чем дольше ты работал, тем больше будешь получать, и от третьего заработка, и так, чтобы в идеале пенсии составляла процентов 60 от заработка, даже больше, чем рекомендует МРОД, 40 процентов. Я сразу скажу, что здесь мы с Оксаной Геннерой расходимся кардинально, то есть я категорически против отмен накопительной части, я виню государство в том, что за 10 лет трижды поменять правила игры, это неправильно, бога побудьтесь, ребят, так, если вы государственные мужи, но все-таки это тема отдельного разговора. Если ваша накопительная часть, значит, 120 рублей в год, значит, что вы с этого будете иметь? Если у нас инфляция перекрывает, примерно, два с половиной раза накопленные проценты, мизерные, это же просто профанация. А я могу дальше пойти, но мы можем сейчас уйти в эту тему, да? Давайте мы отдельно когда-нибудь поговорим, я просто хочу... Там есть другой фактор, Сергей Михайлович, есть вопрос именно о, для меня даже с этого, это я начинаю, доверие между гражданином и государством. То, что они творят, это недопустимо вообще. Доверие давно утрачено, потому что столько раз обманывают. К сожалению. И обратите внимание, вот сейчас, по 2024 год, государство несет огромное бремя. С одной стороны, выплачивают пенсии по старой схеме распределительной, и уже должно выплачивать пенсии, это же не посильно, откуда полтора триллиона дефицита? У этих вот слуг народа, я их уже назвал один раз слабоумными, пусть на меня подают в суд, да? Потому что то, что они творят, вообще никакой логики не поддаются. Согласен. Кстати, сегодня такой интересный был момент, Россия 24 транслировала заседание правительства, где была Оксана Дмитриева. Она успела сказать по поводу накопительной части, высказать свое мнение, соображение, но тут же получила извительное замечание премьера. Такое. он сказал, вы это делаете под камеры специально? Ну, Оксана Генриховна смутилась, но смогла ответить, что да нет, я как просто... На самом деле, она это делает и без камер, и делает правильно, потому что это программное положение на нашей парке. Беспардонный вопрос, нет, подождите, вот чтобы мы не ушли, да? У вас сложные отношения с Медведевым? Вот как-то вот он, как мужчина, даже не сдержал себя сегодня в отношении дамы. У меня отношения... Я имею в виду справедливую Россию, да. У меня отношения очень простые. Дмитрий Медведев сегодня возглавляет партию «Единая Россия». Мы находимся в жесткой оппозиции к партии «Единая Россия». Этим все сказано. Все-таки, чем еще занимается Государственная Дума? Вы знаете, наряду вот с такими, прямо скажем, нерадостными вестями есть одна радостная весть. Дело в том, что один из профильных комитетов Государственной Думы и очень важный комитет по ЖКХ возглавляет наша соратница Галина Петровна Хованская. Я, кстати, тоже... Дама, перед которой я преклоняюсь. Я тоже член этого комитета. И нам коллективно удалось сделать невозможное. Еще летом был принят закон по капитальному ремонту. И там, так называемый, общий мешок, по которому люди бы ежемесячно платили бы отчисления на капитальный ремонт, а некие чиновники потом брали бы эти деньги, говорили, знаете, ваш домик еще постоит лет 20 и без ремонта, а мы его дадим туда. Значит, причем, почему кто как, никто вообще не понимал. И получается, что люди свои деньги отдают на капитальный ремонт совершенно другого чужого дома. И нам удалось убедить правительство. Ну, если я должен сказать просто абсолютно искренне, в основном, наконец-то, билась Галина Петровна. Мы там все помогали, но вот она просто, вот знаете, как вот стояла... Да храпом. Как в Сталинграде. И, о чудо, и вдруг действительно мы убедили, убедили правительство, и сейчас уже готовятся поправки, и все-таки здравый смысл восторжествовал, и окончательная редакция будет нормальная, когда люди будут платить за то, значит, за что потом им и будут делать капитальный ремонт. И никуда в общий котел эти так называемые деньги не пойдут. Это вот позитивный пример, но, к сожалению, они единичные. Потому что буквально вчера, в очередной раз, Единой России, не что-то разомнявшейся, сходу отвергла наш законопроект о регулировании тарифов на естественном монополии. Это то, о чем вообще критикам кричат не только наши граждане, наша промышленность. Почему мы не используем свои конкурентные преимущества, когда имеем и дешевую электроэнергию реально по себе стоимости, и дешевые углеводороды реально по себе стоимости? Почему мы должны по мировым ценам платить, в том числе, наше предприятие, Чем отвечают оппоненты? Оппоненты отвечают, у нас рыночная экономика. Всем стоять смирно, да здравствует его величество рынок. Так они же подменяют на самом деле понятие. Государство это регулятор. Конечно. В любой рыночной экономике. Да, но только у нас сейчас уже, по крайней мере, такие слова стали говорить, что государство это тоже участник экономических отношений и государство действительно регулятор. Ведь еще 5 лет назад, боже упаси, как вы что, какое государство? У нас рыночная экономика и его величество рынок расставит все по своим местам, Как мы знаем, расставил... Прямо Единая Россия какая-то либеральная партия. Послушайте, а у вас какие-то сомнения? Это абсолютно либеральная правая партия. Чтоб они там не говорили про свой консерватизм. Это партия крупного капитала. Это партия чиновников. И они себя, любимых, защищают. И они никогда не пойдут на то, чтобы действительно принимать законы в пользу большинства. Собственно говоря, поэтому мы с ними и воюем. Вот опять я с вами второй раз за сегодняшний день не соглашусь за наш разговор. У меня язык не повернется их назвать право-либералами. Это слуги госкапитализма. Они построили государственный капитализм. Они четко его отстаивают. Никакой рыночный, никакой демонополизированной экономики близко не привезут. Знаете, в чем соглашусь? Слово в хорошем смысле либеральные к ним не относятся. Не относятся. Потому что да, они как раз против любых свобод. Это мы видим абсолютно четко. Они консерваторы, они хотят... Главный принцип их консерватизма — сохранить себя во власти. Все. Точка. Ту же стену банков, в которой они сидят. Есть еще один принцип. Чего изволите правительству? Скажите, мы все сделаем. Вот и подход в Государственной Думе. Что сейчас прорабатывает Справедливая Россия? Какие темы вы так вот по-взрослому всерьез занимаетесь? Справедливая Россия работает над пенсионным законодательством. Справедливая Россия настаивает на том, чтобы закон, который пять лет отвергался, а зимой, когда президент Путин был еще кандидатом, он вдруг в одной из своих статей позитивно отозвался о строительных и сберегательных кассах, чтобы этот законопроект стал законом. Мы настаиваем на том, чтобы, наконец-то, наш законопроект о освобождении от уплаты земельного налога владельцев единственного земельного участка размера до восьми соток был принят. Очень простой закон. Коснется, по нашей оценке, примерно 40 миллионов российских семей. Это очень много. Это, казалось бы, и потери в бюджете будут минимальные. Но это, по крайней мере, очень четко покажет, как государство думает о своих гражданах. Вот государство-регулятор. Конечно, государство-регулятор. Мы наставим на государственном монополии на обороты производства этилового спирта. Причем, обратите внимание, не розничная торговля, а именно вот обороты производства этилового спирта, чтобы было только под государственным контролем. Иными словами, любое предприятие, которое производит спирт, любая передвижка спирта, предприятие, где более 51% принадлежит государству. Что это дает? 650 миллиардов рублей дополнительно каждый год в бюджет. А самое главное, раз и навсегда мы закрываем тему так называемой паленой водки. Потому что, в принципе, уже быть не может. А сейчас эти заводы кому принадлежат? Частные. Частные? Конечно. А возможно вновь? То есть, это национализация, а для этого нужны деньги? Во-первых, если с точки зрения выгоды, единожды заплатив и, допустим, выкупить какую-то часть участников, значит, но потом, помните цифру, 650 миллиардов, так каждый год будет капать. Сумма очень серьезная. Мы отобьем там, это буквально, может быть, первый же год. Мы все траты, которые пойдут на выкуп какой-то части участников, мы все это отобьем. Но самое главное, это будет государственный контроль. Ведь не случайно в России несколько раз вводилась госмонополия, потом снималась. И когда она вводилась, и казна пополнялась, а самое главное, с точки зрения здоровья нации, всегда было очень большое улучшение. Хочу услышать про бизнес. Как справедливо Россия? Налоги. Мы считаем, что, конечно, нужно уменьшать единый социальный налог. Мы считаем, что нужно упрощать и освобождать от налогов, в том числе налоговые каникулы, для малых и средних предприятий. Я вообще, значит, вот опять мы в предкризисной ситуации. Давайте просто примем волевое решение с политической волей. Малый и средний бизнес освобождать на ближайшие 5 лет от любых налогов. Создавайте новые рабочие места. Значит, развивайте новые... Просчитывали? Просчитывали, конечно. У нас хорошие экономисты, мы все просчитываем. Ну и... Из потери бюджета не такие, что прям охот. Небольшие. Дело в том, что, ну, знаете принцип. Можно брать, значит, на обороте, а можно брать на цене. Это правда. В данном случае мы берем на обороте, потому что за 5 лет столько вырастет малого и среднего бизнеса, а через 5 лет, ребята, каникулы закончились, а теперь начинаете платить. Так у нас налогооблагаемая база увеличится в разы. У нас сегодня только, по-моему, даже 20% нет в бюджете доходов от малого и среднего бизнеса. Во многих странах до 80%. Вот где золотая рыбка-то, или, простите, та же самая курица, которая золотые яйца несет. Только дайте курочки-то яйца-то снести. Не режьте ее сразу, не рубите их голову. Вот о чем мы говорим. Вот вы либеральная партия, а не единая Россия. Та партия это госкапитализм. Мы партия социал-демократическая, потому что мы, как раз, если совсем коротко, мы же за рыночную экономику, но мы против рыночного общества, где мерилом всего являются деньги. Мерилом всего должны являться интересы гражданина, рядового гражданина, не чиновников. Либералы. Либералы чистой воды. Ну, собственно говоря, социал-демократы, они же с точки зрения свободы и демократичные. Конечно, это идеалы свободы. Свобода, равенство, право. Очень надеюсь, что все, о чем мы сейчас говорили, будет реализовано. Я не знаю, как разговаривать с Единой Россией, но как-то надо убеждать. Ну, Юрий... Потому что мы уже заметили одну тенденцию. То, что мы предлагаем, всегда отвергается Единой Россией сначала, потом нас обвиняют в популизме, но проходит год, иногда два, иногда три, иногда даже пять. И вдруг мы смотрим, наша инициатива благополучно, практически в том же виде, идет уже от Единой России. То есть идеи все равно пробиваются. Должно быть приятно. Вы знаете, нам не авторство важно. Нам важно, чтобы законы работали для людей, а не на узкую группу известных лиц. Сейчас будет краткий выпуск новостей на волнах Финам-ФМ. И оставшиеся 15 минут в интерактивном режиме. 65 10 99, 6 код Москвы, 495, финам.фм, наше средство коммуникации. Звоните, пишите. Я думаю, Сергей Михайлович с большим удовольствием ответит на ваши вопросы. 19.47, реальное время Финам-ФМ. Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, здесь у нас в гостях. Хороший вопрос от Александра пришел. Юрий, очень прошу спросить у Миронова, где можно ознакомиться с полным отчетом, конкретным, по прошедшим парламентским выборам, список участков с наблюдателями, сканы итоговых протоколов, где были фальсификации, сканы заявлений в суд и так далее, и так далее. Вот есть такая аналитическая подборка? Ну, во-первых, есть официальный сборник, который издал ЦИК, но там и на официальный. Там просто все цифры официальных протоколов. С точки зрения вот такой информации, что-то есть у нас на сайте «Справедлива.ру», потому что мы собирали такую информацию, там есть раздел «Итоги выборов» и декабря 2011 года, и марта 2012 года. Но вообще мы собирались, и такая идея остается, все-таки собрать действительно по итогам уже сбора со всех участков, где, по крайней мере, были наши наблюдатели, все факты, все нарушения, все, скажем, нестыковки протоколов системы «Газвыбора» и так далее. Но такая работа идет. Но частично вот на сайте «Справедлива.ру» такая информация идет. То есть вы намерены систематизировать эту информацию и представить публику? Да, потому что это, на самом деле, занимает очень много времени, но такая работа потихонечку ведется. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Меня зовут Григорий. Да, Григорий, пожалуйста. Город Москва. У меня вот прикладной вопрос к Сергею Аронову есть. Скажите, почему вот если гражданин России решил заниматься законодательской деятельностью, стал депутатом, для него распространяется уведомительный характер подачи, в частности, декларации о доходах его, да? А другой гражданин, если он решил заниматься предпринимательской деятельностью, такой возможности не имеет. Понимаешь на вопрос? Я не очень понял, но я сейчас попробую. Видимо, во-первых, депутаты обязаны подавать декларацию о доходах, и это не уведомительный порядок, они обязаны это делать. Более того, вот в Государственной Думе специальная комиссия создана, которая проверяет достоверность этих данных. Более того, по-моему, до 1 мая каждого текущего года, и я, например, вот в этом году напоминал своим коллегам, коллеги, помните, что до 1 мая мы все должны на официальном сайте Государственной Думы выложить свои декларации. А декларации, естественно, они заверены налоговой, чтобы это все было не просто Филькина, а какая-то бумажка. Поэтому такая обязанность есть, и это не заявительный порядок, это обязывающий порядок в соответствии с законом. Тогда я не понимаю, почему происходят такие вещи, как с Геннадием Гудковым, когда после факта выясняется, что у каких-то депутатов есть бизнесы, и они, в общем, неправомерны якобы, если это проверяется. Да-да-да, спасибо. Вот сейчас уточнение было важное. Дело в том, что одно дело, это не указание каких-либо имущественных приобретений, либо там счетов, либо каких-то участий в компаниях, это нарушение. Но сегодня за это нарушение нет санкции. А то, о чем мы говорили, инкриминируется якобы занятие предпринимательской деятельностью. Так вот это не было доказано. Речь идет не о том, что он что-то утаил, а о том, что якобы он занимался предпринимательской деятельностью. Причем предпринимательская деятельность, согласитесь, подразумевает регулярное получение прибыли. Так вот этого доказано вообще не было, и об этом даже речи не было. И тем не менее его лишили депутатского мандата. Я сейчас слегка впервые, наверное, отредактирую вопрос, но не в части смыслового содержания, а в части объема. Василий из Воронежа пишет вопрос Сергею Миронову. Готовы ли вы, я вам цитирую его, да, готовы ли вы реально бороться, бросить вызов Владимиру Путину? Поясню данный вопрос. На одной из этих передач депутат Единоросс Андрей Исаев высказался в том ключе, что не может критиковать своего политического отца Юрия Лужкова по этическим причинам. Это действительно было в моей программе, и Исаев так ответил. Так вот, значит, Василий из Воронежа спрашивает, вы готовы сделать выбор между интересами народа и этими как бы этическими терзаниями, если будут доказательства требовать отстранения от власти вашего политического отца Владимира Путина? Ну, насчет политического отца сильно сказано, не соответствует действительности. Дело вот в чем. Если будут основания у нашей партии, у меня лично, для критики президента, председателя правительства, мы это не только будем делать, мы это делаем. Ну, например, вот у Владимира Путина взгляд на пенсионную реформу таков, вот каков он был. У него есть взгляд на недопущение, на невозможность прогрессивной шкалы подохода налога. Здесь мы спорим, убеждаем и доказываем свою правоту. В чем-то мы совпадаем, вот очень приятно, что он поддержал закон о стройберкасах. Поэтому с точки зрения такого вызова по существу, и если мы видим, что-то делает президент, с чем они согласны, мы критиковали и будем критиковать. Но с точки зрения вот таких общих, давайте там долой, я еще раз повторю нашу позицию официальную. Кто бы что бы ни говорил, 4 марта этого года Владимир Путин избран большинством граждан Российской Федерации. Я не говорю про проценты, но то, что большинство больше 50% это факт. И нравится это кому-то или не нравится, он избран легитимно. Соответственно, он президент, значит, нужно с этим считаться, а уже следить и внимательно наблюдать, что он делает. И более того, я неоднократно говорил. И задача нашей партии сподвигать Владимира Путина на принятие тех или иных решений и законов в пользу большинства граждан Российской Федерации. Это принципиальная позиция нашей партии. Один звонок, одно письмо. 65 10 99,6 код Москвы 495. Финам.фм. Наши средства связи. Вы в эфире. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер, господа. Как вас зовут? Сергей из Барнаула. Да, пожалуйста. У меня вопрос не по Думе, но я думаю, что он вполне укладывается в ложечке вашей программы. Давайте, давайте, давайте. Время, ага. Значит, вопрос следующий. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, вот в последнее время вот эти вот наезды, на, вот скажем так, не основаны не на совсем юридических нормах, на популярные интернет-ресурсы, да, услуживая вот эти вот наезды, скажем так, вот, не могут ли они послужить в последующем примерно тем же, чем послужила в свое время, допустим, антиалкогольная компания господина Горбачева, то есть затронут практически всех граждан. Да, Сергей, спасибо большое. Тезка Барнаула, привет. Очень люблю этот край, Алтайский край. Часто там бывал. Надеюсь, скоро снова там побываю. Ответ очень простой. Дело в том, что моя принципиальная позиция, никакой цензуры в интернете быть не должно. Я выступаю за здравый смысл, за то, что само интернет-сообщество, сама сеть, сама паутина должна себя регламентировать. Как только мы ведем, ради самых благих намерений, какое-либо регулирование, это всегда в конечном итоге сведется именно к политической цензуре. Поэтому я считаю, что все нападки, все попытки каким-то образом зарегулировать и что-то там делать недопустимы. В то же время, безусловно, я не поддерживаю наличие таких сайтов и таких ресурсов, которые, допустим, распространяют национальную рознь, распространяют наркотики, сподвигают, рекламируют что-то. Конечно, мы должны от этого очищаться, в том числе должна быть норма закона. Но, еще раз хочу сказать, никакой цензуры в интернете, в принципе, быть не должно. Накануне в митинге был большой митинг, связанный с нежеланием местных жителей, чтобы в этом районе была построена мечеть. Сегодня стало известно, что это решение отменено. Сей Михайлович, вопрос ведь очень сложный, на самом деле. То есть, можно пойти популистски и, безусловно, сказать, эти правы, эти неправы, но, в конце концов, масса граждан России, сейчас именно подчеркиваю для слушателей, не гастарбайтеров, которые являются представителями этой религии. Более 20 миллионов. Вот здесь как быть? Если можно, лаконично, конечно, у нас мало времени. Начинать нужно, как в таких случаях говорят, от печки. Копечка – это закон, которого сегодня нет. А я считаю, что давным-давно в нашем многонациональном государстве нужен закон о государственной национальной политике. И речь, вот очень хорошо, что вы сразу ушли от конфессиональных, а вот именно подняли вопрос по национальной проблеме. Конечно. И я считаю, что то, что до сих пор в исполнительном органе власти нет у нас структуры, я не говорю даже про министерство, которое бы занималось выработкой национальной политики, проведением ее в жизнь, что всегда делалось даже в Советском Союзе. Я же не говорю про царство. А в чем есть суть? Вот ваши мысли? В чем суть? Ну, собственно говоря, суть моя простая. В первой статье этого закона, не в Конституции, на чем многие наставят, я бы написал первое, что русский – это государство, образующий народ. Я вас уверяю, что ни для кого это не должно быть обидно, потому что название нашей страны – Россия, государственный язык у нас – русский. Так давайте мы это пропишем. А дальше мы должны четко понять, то уникальное достояние, которое мы на сегодня сегодня обладаем и, к сожалению, разбазариваем абсолютно бездарно – это то, о чем говорила еще Екатерина. Сколько народов России приняла, столько сохранила. Нет больше страны в мире, нет больше такого федеративного государства, где каждый народ имеет свою культуру, свой язык, свою письменность. И все это наше общее достояние. Как у нас все приобретено, сколько мы даже в обыденной речи используем слов из каких-то там… Вот я вам скажу, Юрий, пойдемте нас забантуй, и вы меня сразу поймете, о чем идет речь. Так вот, это все нормально. Так вот, это все только нужно обязательно класть на некую законодательную основу и заниматься каждый день. Свято место пусто не бывает. И то, что во многих мечетях проповедуют те имамы, которые получили образование в Саудовской Аравии, кстати, в свое время мы не пошли по пути, а мы говорили, давайте здесь дадим возможность нормального образования каждой нашей традиционной конфессии. Это прежде всего православие, это ислам, это иудаизм, это буддизм. Чтобы не за рубежом они учились, а здесь. А сегодня мы видим, что происходит. И когда ваш пример из Митина, можно понять москвичей, а можно понять москвичей, которые здесь жили испокон веков, но в том числе испокон веков здесь жили, в том числе и москвичи, исповедующие ислам. И здесь нужен здоровый, нормальный компромисс, без… Самое главное, что здесь не власти, они должны не потакать, не создавать, например, того немножко о другом, но вы поймете, о чем я говорю. Категорически, я считаю, нужно бороться с созданием анклавов, неких анклавов. Они уже есть с ними. Они есть, но это же, обратите внимание, они появляются, потому что коррумпирована власть, потому что все же прекрасно понимают, что сначала там вот дом один купил, потом, значит, пол улицы, потом уже, значит, пол поселка, и люди не понимают. Тех, кто приехал сюда и не хочет жить по обычаям, закон у нас единый, и каждый гражданин России вправе жить где угодно. Но если ты приехал в ту область, где раньше ты не жил, ну, пожалуйста, посмотри внимательно, какие здесь обычаи, какие традиции, что здесь принято, что не принято. И уважай, потому что ты здесь будешь жить, это твоя родина. Но восприми в том числе традиции и обычаи. Вот это нужно пестовать, это нужно делать, но этим нужно заниматься серьезно и на постоянной основе. Я вот специально оставил этот вопрос до конца нашей программы, у нас буквально 30 секунд, Алексей Дыханов из Вологодской области. Такое язвительное, я бы сказал, язвительное письмо, слышу только пустую болтовню, критиковали, будут критиковать. Когда же вы начнете действовать? Что ответите, Алексей? Хорошо, что я успел рассказать про закон, который касается всех, про капитальный ремонт. Вот это наши действия. И, к счастью, таких действий немало, потому что само слово парламент от слова говорить. Мы вынуждены говорить и доказывать свою правоту в том, что мы действительно работаем для людей и в пользу людей, в отличие от других деятелей, в частности, из партии «Единая Россия». Спасибо вам огромное. Сергей Миронов был сегодня в реальном времени на Финам.ФМ, сразу после выпуска новостей «Итоги дня».